всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре гарнитура от компании зенхайзер модели pc 300 73d данная игровая гарнитура в рознице цена на нее составляет в районе 19-21 тысячи рублей что достаточно немало это гарнитура которая призвана заменить собой гарнитуру 360 3d всю информацию которую по гарнитуре можно найти вы увидите в ссылке в описании вкратце что это такое это проводная стерео гарнитура с открытым акустическим оформлением и с комплектной звуковой карточкой поддерживающий виртуализацию объемного звучания по технологии dolby в общем так говоря давайте приступать к самому обзору по ходу дела я вам все расскажу и начнем с того как гарнитура подключается и в комплекте у нас два вот таких вот кабеля первый кабель он цифровой он вставляется в юсб разъем и идет до пульта управления вот сейчас я вам покажу чем это все заканчивается это заканчивается микро юсб разъемом сам кабель он достаточно жесткий но без оплетки поэтому к нему никаких особых претензий нет все это дело входит вот в такой вот пультик пультик тире звуковая карточка вы видите что здесь значок зенхайзер и технологии dolby и так как это все сейчас отключено здесь еще такой маленький диод присутствует он может светиться или красным или белым цветом красная технология dolby выключена белая технология dolby включена переключается все это дело вот этой кнопкой никаких более дополнительных органов управления здесь нету да собственно говоря и не нужно они все наушниках опять же от этой карты идет кабель без оплетки но теперь он толще и более податливый и такое более на ощупь силиконовый и заканчивается все это дело вот таким вот штекером это двух с половиной миллиметровый четырех пиновый джек и сразу оговорюсь в комплекте не идет кабель который можно использовать если вы хотите подключить гарнитуру аналоговым способом к какой-либо дискретной или встроенной звуковой карте почему потому что вот этот двух с половиной миллиметровый джек он имеет достаточно интересное строение и в комплекте его нет но вы можете купить его на сайте зенхайзер или же если у вас есть гарнитура game one или game zero использовать от них но я уж не знаю хорошо это или плохо с одной стороны за 20 тысяч и если покупает себе человек гарнитуру он может и прикупить себе дополнительные кабели или же за 20 тысяч гарнитура обязана иметь эти кабели в комплекте решать конечно же только вам и приступаем к самим наушникам выглядят они подобным образом и честно говоря по внешнему виду они очень и очень напоминает game one и game zero вернее просто game one game zero потому что имеет закрытое акустическое оформление а у нас здесь открытое акустическое оформление и сразу что бросается в глаза на правой чашке у нас имеется вот такой вот шаттл регулировки громкости он имеет упоры минимальный и максимальный и громкость регулируется именно в самих повторяю самих наушниках это не регулировка системной громкости на левой чашки мы видим микрофон микрофон штанга она сейчас поднята вверх и это же означает то что микрофон выключен как только мы опускаем штангу вниз вот здесь вот вы слышите щелчок это включение микрофона и микрофон начинает работать не хотите говорить хотите выключить микрофон поднимаете штангу вверх это реально очень удобно сама штанга микрофона имеет вот такую вот резиновую ставочку которую вот можно штангу эту гнуть но она достаточно толстая она достаточно объемные достаточно жесткая поэтому не все положения вы можете придать этой штанге но то что она регулируется это уже хорошо сам микрофон выглядит подобным образом в общем-то говоря классический зенхайзеровский микрофон по оголовью оголовье у нас выполнено из матового пластика вот здесь надпись у нас зенхайзер снизу оголовье имеется подушечка из велюра которая давит вам на макушку вернее не давит а амортизирует посадку наушников внутри оголовье имеется вот подобная конструкция в одних обзорах сказали что это пластик нет это не пластик сам каркас из металла и сверху еще имеется как с этой так и с той стороны вот такая пластиковая я уж не знаю для чего это для толщины или для улучшения каких-то других качеств но здесь металлический каркас и такие вот нашлепки как с этой и с этой пластиковая то есть здесь с надежностью фиксации все хорошо ну и плюс с надежностью самих наушников тоже вполне себе в плане оголовья сочленения выполнены подобным образом это пластик никакого здесь крутящегося шарнира нету но за счет вот этой вот подвижности в этом сочленении вернее крутящийся шарнир он имеется но вот он спрятан глубоко внутри и чисто теоретически внешне это не особо заметно но при посадке на уши чашки занимают очень хорошее положение рожки у нас выполнены из пластика и насколько это будет надежно это исключительно проверим со временем но по отзывам на 363 никаких проблем нет ну и сами чашки у нас выполнены в достаточно массивной овальной форме у нас красная вот здесь вот тряпочка имеется внутри которая закрывает динамик динамики с имеют импеданс 50 ом сами наушники тоже имеют импеданс 50 ом и подушечки у нас из мягкого велюра почему не кожзам да по большому счету он здесь не нужен потому что гарнитура имеет открытое акустическое оформление и дополнительная звукоизоляция здесь попросту не нужно поэтому здесь можно поставить велюр ну и плюс ко всему во время жары во время жарких баталий это будет несомненный плюс в целом гарнитура выглядит подобным образом и давайте переходить к второй части где поговорим о звуке и обо всем остальном и так вторая часть где мы поговорим обо всем остальном касаемо гарнитуры зенхайзер pc 373d и так как они на мне сидят но в описании во первых вы можете посмотреть все это дело вот так у нас откидывается микрофончик сидят они очень неплохо напоминаю что у меня голова в обхвате 62 63 сантиметра и главное не пугаться потому что при покупке первоначальные они будут вам давить но внутри есть металлокаркас и он все-таки имеет свойство адаптироваться к каким-то постоянным воздействием на него поэтому он немного разнашивается становится не такой упругий или просто ваша голова привыкает но первое время вам может показаться что гарнитура подушечки амбушюры они прям вот давят и на макушку и на уши главное наверно потерпеть но у меня голова 62 63 сантиметра у большинства людей голова поменьше поэтому каких-либо проблем я думаю здесь с ней не будет наоборот вы получите приятное прилегание и отсутствие любых шатаний на вашей голове опять же велюр не потеет и вообще правильно я люблю наушники с велюровыми амбушюрами несмотря на то что они все-таки грязнятся с положение моего уха в опять же чашках с амбушюрами тоже очень даже достойная ничего нигде не подминает и сидеть и продолжительное время очень приятно вот такие вот дела теперь по звукоизоляции звукоизоляция ну не зря же компания назвала акустическое оформление и сделала эти наушники с акустическим оформлением открытым поэтому по большому счету звукоизоляции здесь как таковой нет если абстрагироваться от того что на мне сейчас наушники представить что их сейчас на мне нет я бы сказал что практически нормальный мой слух ну конечно немножко такой глуховатый но вот назвать что здесь есть какая какие-то преграды для звука ну нет их нету теперь поговорим о микрофоне и для начала вы его конечно послушать поехали всех приветствую запись микрофона гарнитуры сенхайзер 373d через встроенный свисток тире звуковую карту сейчас noise reduction of 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 вышел зайчик погулять сейчас слышно не слышно клавиатуру на заднем фоне я не знаю теперь включаем noise reduction раз два три раз два три раз два три 4 5 вышел зайчик погулять раз два три раз два три надеюсь все было прекрасно слышно все прекрасно слышали микрофончик и если рассматривать его с позиции того игрового потенциала который он себе несет он выполняет 95 процентов функций то есть голос передан хорошо голос передан четко без всяких пихтений всяких помех и тому подобном но вот насчет того что натуральность голоса этот параметр все-таки немного хромает почему не знаю почему мне бы хотелось конечно же протестировать данную гарнитуру по аналоговой части подключить ее к asus sonar stx 2 и посмотреть как же там будет обрабатываться этот микрофон может быть что-то изменится но к сожалению этот штекер в комплекте которого у нас нету но вы можете его или купить на сайте сенхайзер взять game one game zero и позаимствовать оттуда вот его его нету поэтому как есть и в целом для 95 процентов потребностей он сгодится а вот для идеального стриминга я думаю нет плюс вы прекрасно слышали как работает noise cancelling она конечно работает и это если прислушиваться ощутимо но вот такого вау-эффекта не прослеживается теперь поговорим о звуке и перед этим так как компания позиции и позиционирует данную гарнитуру именно с уклоном в игрушки в dolby surround если вы не хотите игрушки не хотите dolby surround скорее всего вы обратите внимание на game one game zero поговорим о по благо там не особо много пунктов поехали итак давайте поговорим о программном обеспечении которое идет в комплекте с гарнитурой сенхайзер pc 373 d выглядит она подобным образом это небольшое черно-красное окошечко и что у нас имеется в настройках но первая самая главная кнопка это включение выключение виртуализация объемного звучания по системе dolby красный кружочек выключено белый кружочек все включено также имеется три вкладки кстати голос который сейчас вы слышите записан через микрофон гарнитуры 373d ну так вот первая вкладка эквалайзер и к сожалению нет более глубоких настроек эквалайзера нам доступны четыре пресета первый выключен второй music esports и game и давайте я попытаюсь вам сейчас все рассказать про эти пресеты первый пресет of естественное минимальное вмешательство в звучание и то что я описываю в видео как звучание этой гарнитуре в музыке она вот соответствует пресету of далее включаем пресет music и звучание становится более ровным не такие выпирающие средние частоты и вверх все более ровно но при этом чуть чуть зажата дальше esports такое ощущение что вырезаются вообще абсолютно и полностью низкие частоты остается вверх и средние частоты для чего это нужно для поступления информации в киберспортивных дисциплинах типа counter strike ну и третий он называется game хотя и esports и game примерно одинаковые по своей сути только esports это профессиональные игрушки а game это игры такие казуальные где нужно мясо где нужно взрывы где нужно создать атмосферность и получение информации не так критично здесь происходит boost нижних частот и отсюда звучание становится такое достаточно жирное дальше noise reduction в тесте микрофона вы все можете услышать как работает он и соответственно как он стакается с клавиатурой имеющие переключатели cherry max blue ну и сайтон для тех кто хочет контролировать что он говорит как он говорит и как записывается его голос можно выставить три различных громкости я надеюсь с программным обеспечением все понятно поехали дальше вы все прекрасно слышали и вот описание пресетов они примерно совпадают с реальной жизнью но поговорим о них немножко попозже и так звук в играх и для мерила игр в плане позиционирования и получения информации мы возьмем counter strike и представим четыре пункта первый пункт в контре стоит стерео дорожка и здесь у нас тоже стерео настройки с выключенным эквалайзером второй пункт в игре стоит стерео дорожка а здесь у нас включена долбивиртуализация третий пункт в игре стоит 5.1 дорожка а здесь у нас стоит стерео с выключенными пресетами эквалайзера и четвертый пункт в игре у нас 5.1 дорожка и здесь у нас dolby surround виртуализация первый пункт мы получаем очень много информации но проблемы с геолокацией во втором пункте напоминаю у нас та же самая стерео дорожка но мы включаем здесь dolby сцена расширяется мы немножко теряем в информации но получаем дополнительное позиционирование геолокацию опять же это не самый идеальный вариант как и в первом случае хотя там вот эти вот все шаги выстрелы и вот прям вот вам в уши в мозг въедается и но вот в некоторые моменты когда очень хочется но не получается небольшой погрешность определения направления третий пункт у нас опять же 5.1 дорожка но здесь стерео потеря в информации но получение геолокации но это лучше чем второй вариант где у нас стерео дорожка раздутая в виртуализацию и самый оптимальный вариант это 5.1 дорожка и dolby виртуализация тут мы получили как информацию так и направление и чисто для контры я бы себе оставил именно четвертую позицию теперь по пресетам по пресетам про и гейм первый пресет игровой нам обрубает басы второй нам наоборот бустит басы в первом случае мне не совсем понравилось это все дело почему потому что я думал что информация у нас же в контре идет по высоким и средним частотам примерно так знаете да и если нам вырубить нижние частоты то ну мы будем получать чистую информацию в полном ее ключе оказалось не так оказалось что очень много в позиционировании зависит именно в позиционировании информация зависит от баса и баса там должно быть чуть больше но вырезан он практически весь подчистую поэтому особого кайфа я не ощутил пресет гейм который нам наоборот бустит бас в контре тоже особо не заходит начинает забивать а вот в играх типа баттлфилда отлично супер поэтому для контер страйка я рекомендую пресет исключительно выключенный эквалайзер dolby дорожка и вернее 5 1 дорожка и включена включена dolby виртуализация объемного звучания теперь о играх естественно выключен был эквалайзер и второй вариант включен пресет music так вот ну естественно dolby виртуализация выключена потому что слушаем музыку предпочитаем стерео так вот что можно о них сказать достаточно ровные наушники но небольшой перекос идет в сторону высоких и средних частот поэтому ну вот наушники в стиле зенхайзера они все-таки тяготеют к ровности но нельзя назвать опять же их бас хедами при этом бас достаточно неплохо отрабатывает одиночные такие не слишком быстрые удары молоточковость такая присутствует в некоторых треках не слишком заполненных мидбасом тоже все отлично отрабатывает но вот как начинается какой-нибудь знаете быстрый какой-нибудь металл когда там присутствует быстрая барабанная партия и бас-гитара происходит небольшое загруживание эфира и скрадывается скрадывается небольшое пространство и присутствовать начинает бочка во всех остальных случаях проблем никакой нету проблема с информацией практически тоже отсутствует но единственное что несмотря на то что наушники имеют открытое акустическое оформление сцена не сказал бы что прям супер широкая такое ощущение что вот сел расслабился в кресле и в двух трех метрах от тебя играет оркестр в основном все это идет в мозг в уши но при этом такой парадокс несмотря на достаточную близость и открытость акустического оформления все это не сваливается в кучу и третий момент вокал многих он интересует как ни странно несмотря на то что это достаточно ровные наушники с упором в высокие и средние частоты вокал здесь немного удален как будто женщина которая поет находится на задней грани оркестра не в цели не середине оркестра не перед оркестром а вот будто на задней грани и несмотря на то что вокал он в принципе классно ощущается и он бывает моменты когда он продирает все-таки хотелось бы чтобы женщина находилась перед оркестром для больше для более правильной сцены и для более правильного вот этого продирания вокал в остальном все очень очень даже неплохо и в целом заключение по наушникам я сделаю такое если вам так важна толби виртуализация если вы игроман если вы хотите использовать карточку с ноутбуком если у вас нету хороший дискретные аудиокарты в общем то есть много различных фишек где пригодятся эти наушники с виртуализации объемного звучания и с этой встроенной комплектной карточкой она вполне неплохо вы не поверите но я не ощущал какой-то ущербности при использовании данной карты но опять же я ее не совсем могу сравнить с мощными такими дискретными устройствами в целом очень неплохой вариант именно мобиль если же хочется выжать из наушников все по максимуму и в стерео режиме я бы обратился game one game zero я надеюсь мой обзор был подробный и вам понравился пока 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 и и и и